мы поужинали сегодня 30 июля 2018 в реке суда там по телефону разговаривать сейчас когда люди живут естественно открыто она и самим жизнь делается интересным многообразным таракани жизнь ты закройся от внешнего мира а свои тебя что были друзья не дошла никого нету вот мы еще не найдемся не малина еще у меня малина много и дети сюда а сам зайдет через полчаса только убежал одет деток оставил а сам что убежал почему что-то надо быстро-быстро сделать через полчаса сказал через полчаса сказал через полчаса три поклона помолиться на зале с миром а тебя как назарец да назаре скажи назаре ты же не в немецком плену а дома у вас еще есть братик как его звать ефтихий ефтихий ты в школе найди ванлаама назаре ефтихий а если назвал его на день может быть на всей улице да то не на улице может быть а на полу города не найдешь а езро во всей стране нету один может где-то у евреев может быть и батюшка пошел на это я поехал умолять его сделай пожалуйста езро самый неупрекаемый пророк ну что вы будете ужить да нет мы уже будем уже наедемся все и ты тоже не будешь да а малину не будете малину ты будешь малинку да давай давай ложки дать или без ложки да без ложки ну да да ну раз малина много мы сегодня хотели брать это весная малина она очень сладкая я возьму маленькая а ложки большие это наши гости дорогие а кто это мне внучатки племянника Леша сын моей сестры родной а это уже внучатки двоюродная вот так запросто подошел, дверь открыл, толкнул, все здесь сегодня моя батюшка машет рукой чтоб я вернулся я был заезжал к Алексею надо было ее отправить малину я подъехал к батюшке вот жалко что ты уехал если бы он сделал такой интересный был там разговор там было записать в это время выходит Астерапима и ее внук Васи с женой Александрой на руках несут Тихона мальчик сколько мальчиков я не знаю ну только только едва ходит из 14 кг вот как будто двухкуновая гель в руках на того тяжелый я вчера его носил маленько да и видно что сок и слазит непрерывно на руках ну батюшка начал говорить если вы дальше то как будете он маленько погоди отца по весу бьет рукой батюшка взял его а потом на батюшку по руке и батюшка пищает а он ничего не понимает отец взял его на руку отца сколько раз почему позволяет это потом ты не отучишь его он не понимает ребенок то совсем и нацелено правильно поворачивается и по лицу вот так бьет он решает у тебя такие виды уже лет 5-6 там удар то сильный и они в это в электричке едем то и все смотрят это капризничает и бьет всех по лицу то есть это вообще у нас не именовалось и не было и мы этого не знали и чтобы ребенка на руках носить я не знаю даже даже не могу представить как бы это на руках носили а что их носить они ходить должны сначала ползать никаких не было там этих памперсов вот эти во дворе бегали там батюшки приехали ну маленькие дети там прорываются а собака ходит и зализывает их зализывает чистые вот там у них жизнь как раз вы дорогой когда идете ни с кем не разговариваете бегом убегай тогда шубой будешь детей воруют киннеппинг называется детей не два не три я лежу в милиции потерялся потерялся такое то я говорю неужели сколько так его здесь же 20-30 фотографий то а потерялось то в 50 тысяч тысяч ну это за несколько лет мать вышла все видели из автобуса живет один ребенок пошла купить молочное там что то ее видели из автобуса пошла больше ее никто ни разу не видел так куда она ушла в семье полный порядок мир тут ребенка пошла взять и она исчезла а куда она делась тату то что угодно можно думать в рабыне мужчина идет на работу это я беру из газет уже где-то а он такой добрый добряк его видно что он такой идет веселый все мужик мы тут шипонер купили никак не можем ты не поможешь нам его продвинуть завод рядом где-то он заскочил в машину дальше закрылась машина нигде нету а это в Сечене воруют рабов он в машину грузовую которую мебель перевозит он нашел один бельзал закрыли там хлороформа этого наноса и все кончилось и вот он там живет держат в цепях его он работает как кормят его и он слышит там какой-то побежал нашли нашли и расстреляли там еще кто-то убежал рабы расстреляли и он все равно думал так и однажды выбрал момент и побежал в другую сторону не в сторону России а в сторону Курции и когда уже почти до границы дошел тогда начал выворачивать на страну пришел домой и жена уже развелась квартира не его ну все, хватит им там лета будет теперь надо холодной воды дать ложки возьмите и он бомж мы с ним встретились он говорит а я бомжом долго не буду а как а я деньги коплю я работаю сейчас здесь и там работа там работа все лежит у меня деньги я кладу на книжку и я куплю квартиру все равно он по несчастью конечно вся жизнь у него не такая была бы а как надо да никак вы купили зачем ты в чужую машину полез ну надо разные варианты да ты маленько додумай о холодная водичка немного попей чтобы хорошо было после малины надо всегда холодной воды иначе она закистит у тебя там когда начинаем брать малину детям я говорю 5 малининых съешься на другой день 10 15 ну идем там я ей говорю Ваня ты не ешь а я не ем а я вижу ест ну я потому что он не вижу а он его там наберет горсочку да брал он не брал нет стали купаться его там разгорнуло как и все по воде поплыло вся эта его кастрюля ему плохо голова кружится все со вчерашнего у меня аж мне аж говорил ну что ж вы такие если ты по норме как я говорю до холодной воды запьешь то пронесет мимо а потом уже там в пятый раз придешь там 50 можно съесть больше ягод ну больше не надо и хватит все самостоятельное ребята ты какие-нибудь молитвы ты знаешь уже давай прочитай какую знаешь хочешь наш и жизнь на небесах да светится имя Твое да педит царь царствие Твое да будет воля Твоя я по на небеси и на земли хлеб наш насущный насущный нам есть и остави нам други наши и мы оставляем дружников наших и не не насущения от но избавь нас но избавь нас от плавала слава отцу и сыну и святому духу ныне и блесной воли веком аминь господи помилуй господи благослови и освятим эту пищу аминь сейчас пошли они в школу и учатся наверное уже школу заканчивают Рома и Илюша ты помнишь? да хорошие ребятишки отец вот у меня кистину православия там написано художник Куц Игорь заболел что-то еще не одно из него и свернулся чтобы похоронили раньше рак спокойный спокойный такую мебель делал там на мебель на продажу и дешево у Игоря Добунова так осталась эта память такая вот мелочь Солженицын уже тоже раком заболел уже все списали койку вытащили в коридор он встал и пошел в последний день никто не знает как он мог вызвать когда все оплетенное было чудо Божье Бог сохранил своего пчада а сегодня в интернете столько клеветы на него льет и стук а этот-то поднял вас лежащий на ягодах а Володя-то стукачок считал? я все убрал это то такое там ну и всяк а кто они такие покажи там он еще не покажет у него нет ничего а у нас до завтра уже будет наверное двенадцать тысяч роликов двенадцать тысяч по папочкам разложено по тематике ну все Володя я пошел выключаю а если я придет мне надо сказать что вот я заехал вот так